здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья небольшие мысли по теме влада бахова если честно меня очень удивила та новость про то что вот я раньше вам озвучивал что голова не принадлежит владу бахову либо это там вообще не влад бахов но факт того что что голова это 70-летнего человека и вот по этому поводу я хочу высказаться мне кажется это очень такой серьезный показатель даже не в том смысле что мы теперь прекрасно понимаем что сладом баховым там не все было в порядке и вот ту чушь которую нам пытались там вкрутить в ухо это никого ни у кого не вышло и теперь уже понятно всем что действительно произошло что-то такое экстраординарное и даже сам факт что не просто влад бахов непонятно куда ушел исчез пропал и так далее что это все ну все вот это вот страшное дело она и дальше велось дальше сопровождалась определенными людьми которые были заинтересованы ну в сокрытии вот этого вот всего дела которые там подтасовывали какие-то факты видимо действительно там пытались завести запутать сотрудников доблестных смоленских органов и не только смоленских и демидовских которые первоначально там делали видимость на мой взгляд что они что-то делают что что-то пытаются найти и так далее вот это именно вот это именно голова как бы это не грубо выглядело и звучало это такой довольно таки серьезный показатель для тех людей которые пытались как-то скрыть и уйти вот от этого вот наказание это показатель в том что они же были до последнего уверены в своей безнаказанности а теперь москва нам объявляет вот эту вот информацию и тем самым он дай она дает этим людям понять понять как не как что ребята но мы не с вами мы против вас и как мне казалось вот когда эти все что вот осталось от влада бахова на из смоленска поехала в москву на анализ на экспертизу на этом почему-то я казаны почему-то я был на 99 процентов уверен хотя я и не озвучивал этого напрямую вот в своих видео чтобы не лишить надежды людей чтобы не лишить надежды чтобы она в них осталось потому что вдруг я ошибаюсь вдруг я ошибаюсь и вот видите я ошибся и именно поэтому чтобы этого не произошло и не озвучил но я был на 99 процентов уверен в том что москва примерно вынесет то же самое решение что и смоленск и выдаст нам следующее резюме что это влад бахов да там никаких таких ничего подозрительного мы в этой экспертизе когда провели не нашли то есть все вроде как в порядке и доказать ничего невозможно ну и так далее и тому подобное примерно то же самое что и нам сказал смоленск но после этих заключений которые нам привела москва это она себя полностью противопоставила смоленску на мой взгляд и вот эти вот ребята которые за всем этим стоят они ведь теперь как я уже говорил раньше они как крысы загнаны в угол загнаны в угол они теперь не знают и думаю что делать потому что понимают что их прикрывать нигде никто нигде не будет теперь на мой взгляд это надо спасибо сказать всем вам всем неравнодушным людям которые шумели кричали ругались где-то там даже возможно тем людям которые в какой-то момент какую-то там неправдивую информацию предоставляли либо еще что-то я не совсем согласен с такими людьми что они делали но тем не менее в какой-то момент они допустим там наживались на этом на этой истории на этой ситуации над всей но шум от них был шум от них был и резонанс от них тоже была никуда такую непонятную мысль закидывать естественно и другие подхватывают начинают там слушать обсуждать перетирать в какой-то степени эти люди как бы там ни было да они даже сыграли друзья на нашу на нашу руку они раздували вот все вот это вот дело хоть я и высказывался что это неправильно делать то есть такого нельзя делать и родителям влада бахова возможно в каких-то моментах это невозможно я думаю неприятно было слушать как там коверкали факты при предоставляли не совсем такую хорошую и адекватную информацию и потому что адекватная информация это было периодически прям очень неадекватно я не знаю какой воспаленный мозг все это рождало этих людей их немного таких блогеров но они были они сейчас есть даже так скажу примеру вот одна дама обсуждает койки вещи постоянно не знаю что и движет конечно но не буду называть фамилии вы меняет сами неоднократно писали они эти ролики рождаются я не знаю там один за одним но там такие вещи просто рассказывают такие идеи какие такие сплетни такие какие-то ругани там со всеми там постоянно идут тот сказал тот наехал в мурашки по коже ну в принципе в какой-то степени даже да вот даже вот эти люди они сыграли нам на руку потому что они раздували раздували разговоров те и больше людей об этом узнавала возможно не совсем с той стороны с которой нужно но тем не менее резонанс этот был вот и вот вот этим вот людям которые по ту сторону баррикады от нас которые вот этим делом всем заправляли которые сделали это с владом бахом как мне кажется еще раз говорю я считаю что это все произошло не случайно если бы это произошло случайно случайно он бы просто куда-то ушел как нам вот эти вот 12 в кавычках друзей влада бахова говорят смысл было бы что-то туда подкидывать подкладывать менять там еще что то если бы это было бы случайно то смысла бы у этого не было бы ни у кого смысла бы просто не было но так как это произошло не случайно то есть эти все вещи туда принесли положили там заменили голову и вот эти вот люди которые игры по другую сторону баррикада они теперь в таком плачевной плачевной ситуации потому что они понимают что да как тут что да как и они просто загнаны в угол меня это очень радует достигли мы это именно вот этим вот резонансом если бы не мы то этого ничего бы не было я же в свою очередь теперь мы рекомендую просить я их не собираюсь потому что я думаю что ну раз уж москва не стала на их сторону не стало там никак их выгораживать то было тут очевиден тут будут не знаю расследовать или не расследовать это дело ну козлов отпущения найдут козлов отпущения найдут однозначно козлов отпущения найдут я думаю довольно таки приличное количество кто это будет естественно из тех кто кто это все сделал с Владом Баховым, ну и люди, которые пытались заметать следы, которые, возможно, даже в какой-то степени не пытались заместить следы, они просто сделали все для того, чтобы их работа была произведена некачественно. И в связи с этим их, естественно, тоже нужно привлекать к ответственности, они должны отвечать, потому что у них, я думаю, в должностных инструкциях все прекрасно написано, как и что они должны делать, но они, даже мне, простому человеку, видно, что они просто это сделали, не то, что спустя рукава, они никак не сделали, они сделали вид, что они что-то сделали, они сделали вид и кинули нам вот эту информацию, там, в 2-3 слова нам, родителям, просто вот в лицо бросили и сказать, иначе, вот берите, хотите верьте, хотите или нет, ну вот так вот было, и то есть с нами спорить не нужно. Единственное, наш вот этот резонанс нам помог в этой ситуации, и всего лишь навсего. И я им рекомендую пойти сдаться, пойти рассказать, как все было. Я думаю, вот эти ребята, которые все это сделали с Владом Баховым, как бы они думают еще на данный момент, что им ничего не будет. Ну, просто сейчас надо брать за одно место, это проще всего, просто надо взять за одно понятное всем место, которое есть у всех, тех людей, которые тормозили все это дело, а вот по вот этой вот голове, ведь прекрасно, а по экспертизе, по экспертизе Смоленска, ведь все, ведь прекрасно видно, кому уже на данный момент можно задавать вопросы. Если эти вопросы будут заданы, и будут заданы не в уютной квартире, а понятно в каких местах, в тех, куда их сотрудники московские пригласят, там, направят им свет в лицо, как в фильмах покажут, вот это вот, если в такой обстановке будут эти вопросы заданы, и будут заданы там, не гладя по головке их, а действительно так, как положено, это должно быть задано. Я думаю, эти люди все расскажут, почему они это сделали, и кто их попросил это сделать, потому что это делали они явно не по своей инициативе. Возможно, кто-то по-дружески попросил, там, возможно, кто-то кому-то там денег дал, но это делалось не просто так. Я думаю, понимаете, прекрасно, о чем я сейчас говорю. Это делалось не просто так, не на собственной инициативе, это делалось все вот так вот из ряда вон плохо. Один человек может быть сделать плохо, два могут быть сделать плохо, Ну, чтобы вот эта вот вся вот бригада, вот от начала и до конца делали все вот это вот так плохо, говорили, что там не пройти нельзя, например, там, что экспертиза показала, что это Влад Бахов, там еще какие-то моменты, вот так вот, что ласты там не выдавались вовремя людям. Я считаю, такого быть не может, слишком много совпадений, и если уж нашим сотрудникам, сотрудникам Бастрыкина, который говорил, что будет вести это дело, если им так сложно с самого начала начинать разбираться в этом деле, с шалаша, с того момента, когда это все произошло, тут можно начать уже с конца, с самого конца, со Смоленска, почему сделали так плохо экспертизу, что вами двигало, ребята, почему вы так делали, почему вы давали такие ответы, ведь, я думаю, в их должностных инструкциях написано, как они должны это делать. Если вас никто не заставлял это делать, то так плохо, то надо все равно их привлекать, привлекать за то, что они делали все это не согласно должностной инструкции. Вот такие вот дела, то есть сейчас можно брать это с самого конца клубочек и распутывать потихонечку, давить на одного, давить на другого, и все. Объяснить, что чисто сердечное признание, оно облегчит ваше наказание. Хотя все эти люди, они прекрасно знают, прекрасно знают, что да как, потому что они сами носят погоны, друзья, они прекрасно знают, что бывает в таких ситуациях. Вот такое, друзья, мое видение этого дела. Не знаю, схоже оно с вами или нет, надеюсь, что да. На этом, друзья, я буду заканчивать. Всем, кому нравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте класс, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы сразу узнавать о новых публикациях. Всем пока, друзья, до новых встреч.